Так, и для вашего блога домашних хозяйств... Слушайте, опята что ли? Опята, да. Ложная опята. Здесь росла яблоня, я ее на 33-м году жизни спилил. Все, она уже была старая, и как говорил Сергей Валерьевич, позорить нас. Итак, представляю, китайский лимонник. Так, если ему не мешать, он растет так, что у меня даже почти один абрикос задушил. Вот, что о нем можно сказать? Ну, плоды, вот они, видите, вот они, малоплодные. Самое интересное, это его российская судьба. Да, он китайский, да, он мало был известный. Председательное хозяйство взяла и напечатала про него большую-большую статью. Примерно, как я помню, называлось растение пяти вкусов, что-то в этом роде. В общем, в дело должны идти переработки, ну, в основном это чай, и листья, и корни, и побеги, и плоды, и чпята, я уже не помню. Значит, он был представлен как самое ценное растение на планете после женщины. Сразу у трех миллионов читателей шеф с дыбом. Вот, к тому же, там был один нюанс, такой уж деликатный. Там было написано, что он лечит импотенцию мужчин. Не больше, не меньше. Значит, происходит какое-то время, у меня его не было и близко. А один раз я шел мимо рынка, постоянно пяточек, где продают саженцы. Стоит десяток женщин, молча. Я говорю, а я уже знаю, что-то подвезут, что подвезут. Ни одна не сказала. Я в сторонку сел, в лавочку сижу, жду. Подъезжает еще одна женщина, у меня торчат саженцы из этого, из пакета. Там оказалось ровно 10 саженцев, каждая заплатила деньги, взяла по саженцу. И довольно разбежались. Заметьте, там только две женщины были в очереди. О чем-то это говорит. Значит, у них проблемы в семье. Прошли годы. Я обзавелся, куда от него денешься. Сейчас вот я, когда закончится разговор, вот, я расстанусь с гостями, с гостями. Я нарежу вот этих вот зеленых листиков, высушу их и буду всю зиму пить. И я не говорю, что я специалист и что это поможет. Первый раз до 35 лет. Я готовился к этому сюжету с вами. Надо что-то рассказывать. Иду мимо, думаю, вот я и расскажу про это. Значит, что я знаю про технологию? То, что читал в той же самой журнале, или газете, журнале. Председательного хозяйства. Значит, любит, чтобы низ был в тени, а верх на солнце. Обивает любое дерево, это лиана. Вот, что малоплодность связана с тем, что надо иметь несколько деревьев рядом. Деревья, кустов, как правильно, сам не знаю. Которые начнут опалять друг друга. И тогда будет грозди. Вот, а я видел такое, когда все дерево было красным цветом, один раз такое мне попалось. В малом караке. Вот все, что я знаю о нем. Сам никогда не пробовал. Я первый раз на старости лет. Сейчас срежу где-то позеленее. Высушу и буду заваривать чай. Как его размножать? А, размножать его так. Значит, он дает многочисленные отводки. Отводки. Вот эти отводки выкапываются, но они с большим трудом. Даже когда на отводке корни, корневые отводки, все равно он размножается плохо. Он может... Ну вот, например, там напротив, там же мы беседку построили. Я, чтобы вот так объел беседку, я нашел три. Выкопал, перенес, посадил. Один нормально пошел, два такие, дохловатые, то есть отстали. Ну, три из трех. А до этого у меня бывало, у меня же их раньше даже продавал в виде саженца. Сейчас это забыто. То есть забыто там публикации. И люди, может быть, они не помогают от импотенции. Может, помогают, но это как мода. Так же, как была мода на Порфире Иваново, и полстраны с тазиком бегали по улице и обливались там морозы. Сейчас найдите хоть одного. Вот везде есть понятие мода. Бег, труд, свой, мода. Голодание, лечебная мода. И на нем мода прошла. Поэтому, чтобы все-таки возродить ее, надо иметь какие-то результаты. Литературе сейчас сверить нельзя. Публикациям нельзя верить, фильмам нельзя верить, особенно рекламе. Так же, как получилось с облепихой. Помогает от рака. Сейчас облепиха огромной площади захватывает, дикая. Ну, какая дикая? Это бывшая культурная, из культурных посадок. Можно собирать ее, делать с ним. А это самое масло облепиховое. Но оно уже никому не нужно. Некоторые бабушки еще торгуют на рынке. Стоит ведро облепихи, но оно уже никому не нужно. И я еще знаю такого уникального человека, мы с ним дружим. Долнатов, это я уже раз в разговор зашел, пусть на облепиху перешел. Не страшно, была бы польза. Так вот, этот Долнатов, он специалист по отделанию масла из облепихи. Вот то разрекламированный способ, когда человек облепих собирает, сам делает масло, он-то называет, наоборот, вредом. А статья опубликована на моем сайте его. Как на самом деле надо делать? Ну, это, к слову, мне пришлось. Попробую пить. Я еще этого не делал. 35 лет не делал. Посмотрим. Все, закончим эту тему, потому что весь мой опыт уже закончился. Продолжение следует...